Елена Галенко заполняет документы для зачисления ребёнка в первый класс. Осенью её сын Егор сядет за парту в 34-й школе. Семья живёт в микрорайоне, закреплённом за образовательным учреждением. Плюс женщина здесь же и работает, потому мальчик всегда будет под присмотром. Учителя приятные, коллектив тут хороший, нравится. Я здесь совсем недавно работаю, но мне здесь нравится. Компания по набору детей в школы и гимназии стартовала 12 июня и продлится до 28 августа. Комиссия работает с утра до вечера с перерывом на обед. Стандартный пакет документов для зачисления, медсправка, карта прививок, копия свидетельства о рождении, а ещё паспорт одного из законных представителей с пропиской. Самое главное, чтобы детки пришли морально, эмоционально готовы к школе, чтобы им хотелось учиться. И тогда учителя приложат все свои силы, все свои умения, старания и вырастет умных, достойных ребят. Всего в 34-ю школу планируется набрать 7 первых классов, а это около 200 человек. Прежде всего сюда принимаются дети, проживающие в западном микрорайоне. А при наличии свободных мест в конце лета, спецкомиссия рассмотрит заявления желающих из других районов. Родители уже сегодня определяются со списком школьных принадлежностей, чтобы спланировать семейный бюджет и как следует подготовиться. Готовимся, сами занимаемся, где-то к репетитору, где-то и сами дома занимаемся с ней. Как бы всё, и буквы как бы знают всё, и читают уже. Ну, хорошо занимаемся с ней. Она и сама, ну, как бы старается, что пойдёт в новую школу, хочет именно в новую школу. На сайте каждого учреждения есть специальный раздел для родителей со всей информацией, графиком работы приёмных комиссий и требованиями образовательного процесса. Уже в конце августа классные руководители пригласят мам и пап на первое родительское собрание.